Сразу после сюжета на канал позвонил глава ассоциации совладельцев домов Донецка. Он попросил осветить позицию всех председателей ОСМД, в том числе и обвиняемой жильцами Екатерины Марковой. Мы приехали в городское жилуправление и управдом многоэтажки по адресу бульваршкольной 28, возлучшая нам свое мнение о происходящем. Она сказала, горки и качели на площадку действительно обеспечила мэрия. А на деревья и грунт, плитку и лавочки деньги добровольно сдавали жильцы. После чего нам представили документы, подтверждающие то, что собранные с людей деньги были потрачены по назначению. Купили за свои деньги плиточку, облагородили. Мы закупили, у меня там есть на 4200 озеленения. Мы озеленили это все, мы своими силами привели в порядок всю эту территорию, облагородили, закрыли, установили забор и поставили ворота. Это все мы сделали за свои деньги. У СМД существует только за счет своих пожертвований. Никто никогда никого не заставляет, руки не отбивает. Тогда, 12 марта, в сюжете прозвучала позиция мэра. Городской голова Александр Лукьянченко заявил, когда горосполком сдает площадку, дополнительно денег никто собирать не должен, ведь все обеспечивают и так. Но на следующей пресс-конференции уточнил, горсовет действительно дает деньги только на горки и качели, а все остальное на усмотрение райисполкомов или самих жильцов. В каждом конкретном случае решается этот вопрос районными властями на месте. В конкретном дворе, в конкретном случае. Город, если выделяет, то выделяет только конструкции. В отделе же новых форм хозяйствования жилищного управления горосполкома говорят, подобные конфликты между председателями и жильцами возникают редко. Ведь люди в ассоциациях сами и решают, куда идут деньги, и контролируют расходы. Если кто-то чем-то недоволен, вы понимаете, что такие случаи случаются. В любом случае есть недовольные жильцы, пытаются разрешить это все на собрании, и предоставляется письменное обращение по поводу недовольства на рассмотрение правления. И правление может вынести на общее собрание рассмотрение любого вопроса, поднятого жильцами. В горжилуправлении говорят то, что ассоциации лучше, чем ЖЭК, постепенно начинает понимать большинство жителей. Только за последние два года количество ОСМД увеличилось вдвое и составило почти 300. Больше всего ассоциаций совладельцы в Ворошиловском и Калининском районах города. Оксана Виттер, Андрей Горожа, Панорама.